Тарас Загарова, Дни, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, присоединяется к нашему эфиру. Тарас, приветствуем вас на телеканале Freedom. Да, здравствуйте. Тарас, ну а как бы вы оценили в целом реакцию Запада на те, да, ядерные угрозы, которые, ну, как бы так, завидным постоянством звучат со стороны официальной Москвы? Ну, в принципе, они уже перестали на это реагировать, потому что все возможные красные линии давно уже пересекла Украина. Я напомню, что я вот на моей памяти первые крики о красных линиях, я вам скажу, были еще в семнадцатом году, когда были сняты эмбарго на поставки американского оружия в Украину. Тогда, я еще помню, крики стояли, что это красные линии и нельзя ничего делать. Вот, потом, явственно, после широкомасштабного вторжения, это было в июле двадцать второго года, когда Медведев, не приходя в сознание, активно всех пугал через свой твиттер о ядерной войной, свой телеграм-канал. Там была, цитирую, приблизительно, не дай бог, одна ракета хотя бы упадет на территорию Крыма, будет ядерная война. Ну, ничего, первая ракета упала 9 августа 22-го года, я запомнил специально эту дату. А потом, вот эти вот СБУшные дроны Сибэби, первые влетели в бухту Севастополя в середине августа тоже 22-го года. Сегодня, кстати, ну, юбилей, вот, 8-го числа, когда СБУ провело операцию, когда подорвали Крымский мост, лично руководил глава СБУ, всем этим нерадостным для россиян событием, да, тем более, что это вообще, как бы, Путин лично открывал, сакральная дата, повредили сильно логистику в Крыму, ну, и дальше, ну, если исходить из, вообще, конституции России, которую они себе там нарисовали, то Украина давно ведет территорию на их территорию, то есть они же записали себе, что Крым — это Россия, Запорожская область, это Россия, Донецкая, Луганская и так далее. Дальше совсем, чтобы такое явственное нарушение ядерной диктрины, это когда Украина уничтожила три станции раннего обнаружения ракетных АТАН. Это даже по старой вот этой диктрине ядерной, это разрушение части ядерной инфраструктуры. Я уже молчу про Курскую область, я уже молчу, то, что Украина организовала, фактически две Хиросимы на территории России, когда был удар по стратегическим складам в Тараповце. Поэтому все эти пугалки как раз говорят о том, что, когда они начали менять диктрину, меня она особенно насмешила, когда они написали, когда ядерное государство при поддержке ядерного государства нападает или что-то, ну напишите уже, когда Украина лупит нас, для того, чтобы уже никто не смеялся, то мы будем угрожать ядерным оружием, да. Но понятно, что есть люди на Западе, которые до сих пор в это верят и пересказывают эти русские народные сказки, тоже своим избирателям и части элит, все же таки. Но западное вооружение бьет по территории России, например, те же Атакамсы, они уже применялись, когда россияне попытались на Харьков наступать и много чего другого. Поэтому, конечно же, страха нет, страх сейчас больше есть дестабилизации России, вот с чего опасаются. Все опасаются, а россияне тоже этим пугают, об этом тоже не следует забывать, и не пугают тем, что, ну вот, мы развалимся, что же вы будете делать, будет дестабилизация, как вы потом будете делать с ядерным оружием, химическим оружием и так далее. А это, кстати, вот больше работает на этом этапе уже. Давайте как раз поговорим об этой боязни, как вы сказали, страхе определенном, который связан с тем, что может происходить в самой России. Российский диктатор Путин боится, что Украине позволят использовать ракеты большой дальности для ударов по военным целям на территории РФ. Это подтверждает обновление ядерной доктрины Кремля. Об этом заявил министр обороны Литвы Лавринос Кощунос во время встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом. Глава немецкого оборонного ведомства, в свою очередь, добавил, что Запад не напуган ядерной риторикой самого Путина. Тарас, а действительно ли кровавый диктатор, он реально, получается, боится того, что Украина может получить это разрешение? И эти технологии, которые, ну, как мне видится, если будет происходить этот процесс и будут ликвидированы законные для нас с вами цели, для нашего государства на территории Российской Федерации, то это действительно может и пошатнуть, как бы, да, вот эти столпы, на которых держится путинское правление. Ну, конечно, смотрите, что показала операция в Курской области, что показала удары по российским складам, что российская, Россия трухлявая изнутри, абсолютно. Более того, я смотрел на ужас в глазах этих военкоров после ударов по Тараповцу, по этим стратегическим складам. Они не могли это сказать, но они возмущались, кто там украл на этих складах и все остальное. Они фактически поняли, что раскрыта главная военная тайна России. Многие склады, много инфраструктура, которая строилась на территории Российской Федерации, она строилась из расчета на то, что никто никогда не посмеет вообще проверять, работает оно или нет, в каком оно состоянии. Потому что, ну, думали, ну, кто посмеет там ядерное государство, Россию вообще что-то сделать. А посмели, раскрыли вот эту военную тайну фактически. И поэтому, конечно же, когда наличие этих ракет и военных целей в глубину до 300 километров, а Storm Shadow до 500 километров в определенных модификациях бьют, то это, конечно же, сильно усложнит возможность проведения военной операции, снизит потенциал российской военной машины. И в данном случае, конечно же, это, ну, дополнительный удар по Путину, потому что после Курской операции сильно пошатнула в действительности его позиции в середине страны, потому что был развеян миф защитника, миф о том, что Путин всемогущий. Сами россияне об этом уже начинают говорить. Это не всякие там военблогеры и все остальные. То есть россияне почувствовали, что на их священной земле их топчет наглый, наглый сапог украинской военщины, да? И Путин ничего не может с этим сделать, да? То есть там, смотрите, вот уже там скоро середина ноября, октября, ничего же не происходит, они ничего не могут сделать в Турской области и многое чего другое. Поэтому это сильно влияет на позиции, когда будет еще уничтожена военная инфраструктура, то вопрос станет очень-очень тяжело для Путина, ну и сильно подрывает дух моральной армии, потому что у них и так после Курской операции был вопрос, когда там армия сдавалась, их люди бежали, никто как бы особо не рвался защищать этот режим. И, соответственно, конечно же, они понимают опасность разрешения бить по территории Российской Федерации, и это сильно их, ну, мягко говоря, огорчает. Тарас, скажите, а насколько, давайте так, Путин вот в этом решении, в решении ЯХ по поводу использования возможного ядерного оружия, ну, он, давайте так, самостоятельен, да? Или тут точно нужно смотреть и кивать где-то в сторону Пекина, я не знаю, Бразилии, соответственно? Нет, смотрите, конечно же, ну, Бразилия не ядерное государство, это, конечно же, позиция всех ядерных государств, а их официально, ну, таких крупных насчитывается, сколько, пять где-то, да? Ну, еще неизвестно, там, у Израиля есть ядерное оружие, там, КНДР, я думаю, времени не спрашивать не будут, но клуб вот этих вот Франции, США, Британии, Китая и Индии, ну, возможно, и Пакистана, они категорически, конечно, против. Опять же, не из любви к Украине, а из того, что они понимают, что превращение ядерного оружия в конвенциональное оружие, это очень плохо закончится, в том числе для этих стран, да? Вот, и Китай, особенно Китай, Китай же, как бы, опять же, не из любви к Украине, он боится, что его ядерный потенциал, он не сопоставил с американскими, с российским, и такие прекрасные страны, как Япония и Корея, уже давно лоббируют вопрос Соединенных Штатов Америки, о том, что они, в принципе, уже готовы к ядерному оружию, технологически они уже давно к этому готовы, что категорически не устраивает Китай, особенно наличие ядерного оружия у Японии, да, что сильно осложняет их нестратегическое положение. Абсолютно. Ну, и давайте далее поговорим о предстоящих встречах, но в ключе вот этих ядерных угроз самого Путина и его клики. Евросоюз выступил с резкой критикой новых угроз Путина, который разрешил ядерный ответ в случае воздушных атак на Россию. Как отметил представитель Европейского союза Петр Стана, заявление о возможном применении оружия массового поражения против неядерных государств в очередной раз говорит о безрассудстве кремлевского диктатора. Путин уже на первый раз манипулирует ядерной темой. Несмотря на это, Европейский союз не изменит позицию относительно поддержки Украины. Услышим эту позицию и продолжим беседу. Путин не впервые делает ставку на свой ядерный арсенал. И это лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, что демонстрирует всему миру его истинное лицо, особенно во время проведения встреч на высоком уровне в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Путин не стесняется играть в ядерные игры снова и снова. Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной. В преддверии важных встреч, которые пройдут уже в ближайшее время, на этой неделе, мы говорим о Рамштайне. И, как мы понимаем, будут встречи на уровне лидеров государства, не только представителей по оборонной части или по МИДовской. Это Джозеф Байден, глава Белого дома, это и президенты, соответственно, Франции, также канцер Германии, Олаф Шольц и Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, будут обсуждать помощь Украине. И, как мы понимаем, то разрешение, которое сейчас нам так необходимо. Насколько нам стоит увязывать вот эти угрозы Путина с теми решениями, которые будут приняты вот на этом высоком уровне? Какое они могут иметь влияние, по вашему мнению? Ну, посмотрим. Потому что сейчас, да, Украину интересуют только удары. Не эти виртуальные рассказы о том, что когда-нибудь Украину примут НАТО. Украина интересует удары. Потому что Украина, учитывая производство собственного вооружения, создаются все предпосылки, что есть возможность выбить с войны Россию уже в этом году. То есть в прошлом году Украины не было возможности бить по территории России. По энергетике. А в России все-таки это северная страна. Там все-таки точно холодные зимы. А в Украине, возможно, холодные зимы. И то недолго. А там точно холодные зимы. И поэтому все это в совокупности дает вообще предпосылки для того, чтобы нанести существенный урон России, для того, чтобы создать там ситуацию хаосу. И поэтому, конечно же, Украина на этом должна концентрироваться. А не разные ходят слухи о том, что давайте новые знаки вступления в НАТО. Нет, это нет. Украина должна интересовать только оружие, только удары по территории России. Ну, а это понятно, Тарас. Но как вы считаете, к чему могут прийти лидеры государств? Вот как вы думаете? Ну, посмотрим. У меня есть подозрение, что все-таки до выбора Соединенных Штатов Америки я не резких движений не буду делать, потому что это тоже давлеет. Трамп и так давит на администрацию Байдена о том, что они настолько безответственно себя ведут по всему миру, что злые люди подняли, злые страны подняли голову и ведут себя, как хотят. Но тут еще интересный момент. Как еще Израиль? Может, до этого времени Израиль, например, ударит по Ирану? Это тоже может изменить в действительности соответствующее положение Байдена и их реакцию, потому что это вот еще может повлиять. Сгорел сарай Игорь Ивхата, называется в данном случае, потому что им придется уже следовать тем вызовам. Потому что о том, что абсолютно бесхребетная политика нынешней администрации Байдена, это уже в Америке пишут, о том, что говорят, смотрите, как Израиль себя ведет. То есть вот так вот должно вести настоящий полицейский себя, когда в ответ на удар он бьет, а не пытается умиротворить агрессора, как делает нынешняя администрация. Но есть подозрения, что они не изменят своей точки зрения, но могут быть разные варианты. Сейчас очень много вариантов, в действительности еще история. Ничего еще не решено, и может какие-то события изменить. Как я вам сказал, например, удар Израиля по нефтяным терминалам, например, Ирана, это сразу поднимет на нем. Раз. И напоследок, скажите, вот уже подытожить, чтобы наш с вами разговор, и вы об этом, по сути, сказали, дали определенную характеристику. Ну а как в целом эта история, давайте так, ядерная вот эта риторика Путина, и, как мы понимаем, на высоком месте обсуждение вот именно этих ударов. Как это все к этому времени, возможно, изменило подход вот к этой управляемой эскалации? Ну, эскалация давно уже стала неуправляемой. Ну вот как бы, да, чтобы мы, короче, подошли к какому-то выводу, да, что по сути она, ну, показала свою, давайте так, мягко говоря, возможно, недееспособность, как мы понимаем. Как раз вот показалось, что все эти попытки создать вот все ограничить одной страну не получается, Иран уже воюет, Северная Корея фактически уже воюет. То есть это признаки того, что все разрастается, и никакой управляемой эскалации не получается, значит, нужно предпринимать уже другие меры для того, чтобы все решить. Это достаточно активно и жестко. Дать возможность Украине решить все вопросы, которые есть. Ну, будем следить за новостями и за этим переговорным процессом, за встречами, и также обсуждать эти истории и с экспертами. Тарас, вам говорим спасибо за то, что присоединились за этот анализ в нашем эфире. Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Freedom, чтобы не пропускать главного.